Заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией должно состояться до конца текущего года. Об этом сообщил министр энергетики Первис Шахбазов на прошедшем в Баку мероприятии, приуроченному к национальному празднику дню рождения короля Чарльза III. Министр выразил уверенность, что Межправкомиссия откроет перед сторонами новые возможности. Также Первис Шахбазов отметил, что для дальнейшего развития отношений с Великобританией важное значение имеет подписание двустороннего соглашения о партнерстве и сотрудничестве. За 2022 год взаимный товарооборот вырос на 55% до 1 млрд долларов, отметил министр. Он также указал, что Великобритания в настоящее время является стратегическим партнером, имеющим большое значение для обеспечения экономической независимости Азербайджана. Также в Британии крупнейший иностранный инвестор вложений этой страны в Азербайджане превысили 34 млрд долларов. Говоря о перспективах, Первис Шахбазов указал, что сотрудничество двух стран в сфере энергетики имеет важное значение для глобальной энергобезопасности. В настоящее время Баку, расширяя сотрудничество с компанией BP в области зеленой энергии и декарбонизации, указал министр, напомнив о проекте строительства солнечной электростанции в Джибраиле. Также министр отметил участие британских компаний в реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана и их разминировании. Развитие среднего коридора интересно не только с точки зрения транспортировки грузов. Транскаспийский международный транспортный маршрут важен для энергетических поставок. В ходе визита президент ФРГ Франка Вальтерштайнмайера в Казахстан директор компании H1 Вольфган Кроп представил высокому гостю план по строительству ветропарков и солнечных электростанций на полуострове Мангышлаг. Суммарная их площадь будет равна территории федеральной земли Брандербург. Производственная мощность составит 40 гигаватт. Полуостров имеет идеальные условия для получения энергии с помощью ветра и солнца. Производство электроэнергии планируется начать в 2030 году. Президент Германии дал старт пробному бурению по изучению грунта перед установкой ветрогенераторов. Ожидается, что в 2032 году комплекс достигнет проектной мощности и сможет ежегодно производить до 2 млрд тонн зеленого водорода. Он сыграет значительную роль в обеспечении энергобезопасности ЕС. А самый удобный и надежный маршрут для его транспортировки в Европу является средний коридор через Азербайджан. Геополитические изменения из-за войны России против Украины потребуют также изменений в транспортных путях между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Если мы хотим иметь надежные условия транспортировки, то этот средний коридор надо расширять. Перезвезенные в Казахстане зеленый водород будут преобразовывать в аммиак. Таким образом он будет транспортироваться в Европу. Долгий путь начнется в судах через Каспийское море, затем в цистернах по железной дороге из Азербайджана в Грузию. На берегу Черного моря аммиак вновь будет перегружен на суда и последует на север Европы, где его можно будет преобразовать в водород. Механизм функционирования Тюркского инвестиционного фонда, приоритетные направления инициируемых структурой проектов, возможности стимулирования инвестиций, а также необходимые для развития деятельности фонда Меры. Эти вопросы обсудили накануне первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев с президентом Тюркского инвестиционного фонда Багдадом Амриевым. В информационном агентстве отмечается, что на встрече было предложено использовать имеющийся опыт сотрудничества Азербайджана с другими фондами и международными финансовыми институтами. Соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда подписано 16 марта 2023 года на внеочередном саммите глав государств ОТГ в Анкаре. В приоритетах работы фонда проекты направлены на поддержку перехода к зеленой экономике, содействия развитию внутрирегиональной торговли, финансирования проектов микро, малых и средних предприятий. В течение января-мая 2023 года в Азербайджане морским транспортом перевезено почти 3 млн 576 тысяч тонн грузов. По данным официальной статистики, это более чем на четверть опережает данные за пять месяцев прошлого года. Основу морских грузоперевозок составляет продукция нефтяной отрасли 56,7%. Кроме того, с начала текущего года морские порты Азербайджана обработали более 5 млн тонн различных грузов, в том числе 4 млн 160 тысяч тонн транзитных. Такими же высокими темпами росли пассажиры перевозки судами. В январе-майе услугами морского транспорта воспользовались свыше 8600 человек, что на 26,5% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, на 9% увеличились перевозки грузов азербайджанскими железнодорожными путями. За отчетный период этот показатель достиг 7,6 млн тонн. Также в январе-майе услугами железных дорог воспользовались более 2 млн 700 тысяч человек. Это на 57% больше, чем в прошлом году. С начала следующего месяца в Турции отменяются таможенные пошлины на импорт ряда товаров из Узбекистана. Соответствующий документ опубликован в официальном вестнике правительства Турции. Обнуление пошлин проходит в рамках соглашения о преференциальной торговле между Турцией и Узбекистаном, которое было подписано двумя странами в марте текущего года. В частности, в рамках рассматриваемых тарифов квот, начиная с 1 июля, предусмотрена отмена пошлин, в том числе на такие узбекские товары, как лук репчатый, лук-шалот, горох нут и сливы. Венгрия и Польша выступают за продление запрета на поставки зерна с Украины в страны Евросоюза, который действует до 15 сентября. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь после переговоров в Варшаве с польским коллегой Робертом Телюсом. Ранее Еврокомиссия ввела эмбарго на импорт четырех видов украинских зерновых и масличных культур. Венгерский министр отметил, что срок запрета слишком короткий, поскольку в Европе в сентябре идет сбор урожая кукурузы. В итоге Иштван Надь и Роберт Телюс выступили за продление эмбарго и после 15 сентября. Ранее в правительстве Венгрии сообщили, что предложили европейской комиссии продлить запрет по крайней мере до конца года. По словам венгерского министра, это позволило бы найти общее решение ситуации на рынке зерна, учитывающее возросшую нагрузку на наиболее пострадавшие страны. Также сторонники эмбарго говорят о защите интересов фермеров и реальное распределение времени на уровне ЕС. При этом Венгрии и другие страны Центральной Европы разрешают транспортировку украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через свою территорию. Однако контроль за транзитом был ужесточен и на него установлен 15-дневный срок. Власти строго следят за тем, чтобы грузы направлялись назначенным получателям по заявленным маршрутам. Грузы отпечатываются на границе, а их перевозка регистрируется в электронной системе дорожного контроля. Это были все важные экономические новости к этому часу.